Московский военторг, историческое здание с трагической судьбой, уничтоженное и построенное заново, теперь выставлено на торги. Здание о необходимости сохранения и реставрации, которого заявляли ведущие деятели культуры, стало вообще примером того, как у нас некогда относились к подлинным, неподвластным времени ценностям. Репортаж Шушан Миносян. Военторг снова выставили на продажу. Теперь его цена 180 миллионов долларов. За два года без успешных попыток продать новодел его стоимость снизилась почти вдвое. Претенденты появляются, но сделки все время срываются. По информации газеты «Коммерсант», переговоры сейчас ведутся с двумя компаниями. Морган Стэнли, инвестиционный группа «Регион», но пока без видимых результатов. Попытку продать этот объект новолужковской архитектуры владелец, известный бизнесмен Дмитрий Рыболовлев форсировал после того, как крупнейший арендатор компания «Самсунг» объявила о переезде. До сих пор она занимала почти половину офисных помещений. От года до полутора уйдет на то, чтобы заполнить эти площади альтернативными арендаторами. Продавец продаст это здание только тогда, когда его понимание и оценка совпадет с пониманием и оценкой покупателя. Но пока они не находят общую точку. Интерес вокруг здания исключительно коммерческий. Когда-то эта земля в самом центре города оказалась дороже истории и культуры самого московского духа. Вот он, подлинный военторг, сохранившийся лишь в памяти москвичей на черно-белых фотографиях, с былинными богатырями, охранявшими вход. Творение архитектора Залесского, созданное в начале 20 века по заказу экономического общества Московского военного округа. Первый столичный атриум, изящный образец позднего модерна. На третьем этаже находились мастерские, там портняжные, скорняжные. Были замечательные интерьеры, собственно, и замечательные фасады. В 1994-м военторг приватизировали контрольный пакет акций, отошел правительство Москвы. Тогда же началась история уничтожения легендарного здания. Очевидно, построенный на века военторг назвали аварийным, исключили из списка вновь выявленных объектов архитектурного наследия. В 2003-м его выкупила компания АСТ Тельмана Исмаилова, и тогда же по указу бывшего мэра Юрия Лужкова, который часто гулял на днях рождения бизнесмена Исмаилова, военторг, снесли. Невидимая рука рынка смахнула военторг, несмотря на протесты, гневные письма деятелей культуры, даже самого министра, на тот момент Михаила Швыдкова. Потеря военторга, ну это один из трагических, может быть, очень показательных, но, к сожалению, частных случаев. Того, как, в общем, относились к Москве, не понимая, что дом, который простоял столетие, обладает особой аурой. И поэтому военторг был разрушен безжалостно, бессмысленно. Утрата военторга, увы, лишь вершина айсберга. За 18 лет, что Юрий Лужков правил городом, было снесено или безнадежно испорчено порядка 700 исторических зданий, в том числе и памятников архитектуры. Волна их истребления дошла практически до Кремля. Вопреки протестам общественности, были уничтожены тёплые торговые ряды между Льинкой и Багаевлендским переулками. Гостинница «Москва» — интерьеры знаменитой аптеки Феррейна, Детского мира и ресторана «Прага», который, кстати, продали всё той же компании АСТ, но сейчас он за долги в залоге у банка. Можно считать это своего рода расплатой за то, чего лишилась Москва. Своей подлинной историей, которую уже не вернуть. А занявшая её место новодел мало кому интересен, даже с двойным дисконтом. Жена Сян, Юлиан Типова, Алексей Калач, Вести, Москва.